Подойдем ли мы к критической точке, когда уже начнутся какие-то тектонические сдвиги на высоком уровне? Дело в том, что наши финансовые элиты все-таки это по большей части люди, вышедшие из тех же самых слоев, что и руководство страны. Это те же самые комсомольцы и коммунисты, это те же самые люди, привыкшие к двумыслию. Я думаю, что часть из них совершенно искренне поддерживает то, что делает Путин, при том, что им достаются государственные контракты, им достаются государственные деньги, им в общем у них все хорошо. Их может это раздражать эстетически, их может это раздражать с точки зрения взаимоотношений с теми же зарубежными партнерами, потери возможной прибыли, потери возможных новых рынков. Но при этом такой вот этот весь олигархат, он весь сидит вполне себе с одной стороны уютненько и хорошо, а с другой стороны он весь боится. Всем же показали, что будет, если вдруг они куда-то дернутся. Показали на примере Ходорковского, показали на примере Абызова, показали на примере Дурова, показали на примере Галицкого. Да, Галицкий же прекрасный человек, мог бы быть губернатором Краснодарского края или может быть даже президентом. И где он сейчас? Человек старался, строил этот красивый парк, построил, сеть магазинов основал. И что, и где он теперь? Естественно, при любом недовольстве у человека отбирают все. Никаких прав собственности у нас нет. Нам сказали, не надо прикрываться бумажками о собственности. Это работает для всех. Начиная от крупной сети или крупного завода и заканчивая там конкретным домом или машиной. Как выяснилось, даже наш организм нам не до конца принадлежит. То есть у нас получается на данный момент у нас нет той прослойки, той категории людей, которая в той или иной степени может повлиять на решение Кремля по тем или иным вопросам? Ну, они хотели влиять в 2008 году, но, как мы помним, их же, эту же прослойку обвиняют в том, что они упустили ситуацию и допустили 2011-2012. И реакция на 2011-2012 как раз вылилась в победу, в почти абсолютную победу силовой и консервативной группировки. Поэтому кто бы там на кухне у себя не вздыхал о прекрасной России будущего из наших олигархов, никто сейчас всерьез вписываться за нее не будет. Мы это видим по избирательным кампаниям, мы это видим по тому, как люди собирают деньги на избирательные кампании, мы видим по тому, как все там трясутся, как бы кто не узнал, что мы даем. А то, если все кто-то узнает, что мы даем, мы, соответственно, ко всем придут. Мы же видим, как это происходит. И придут, что самое интересное. Возвращаясь к тематике выборов, нет ли такого ощущения, что Лаврова и Шойгу просто бросают в топку? Мне кажется, что они уже сами бросились в топку и вполне себе там хорошо себя чувствуют. Им уже деваться никуда, у них уже никакой репутации не осталось. Если Лаврова изначально, когда он заступил на должность, воспринимали, как, смотрите, какой интеллигентный человек, прекрасный. Наверное, он наладит отношения, он умеет, он настоящий дипломат. И сейчас МИД у нас превратился в символ гопничества, да, там, у нас говорят, там, троечники, там, и люди, которые не владеют русским языком, пойдут в МИД работать. Причем не в хорошем смысле. Что касается Шойгу, ну, рассматривался, да, человек в качестве, там, не знаю, преемника, рассматривался в качестве, там, одного из первых лиц. И очевидно, что и Шойгу, и Лавров, это так или иначе, несмотря на все их, как бы, все их особенности, остаются довольно популярными фигурами, но, как бы, спасти Единую Россию они все равно не смогут. Никто с ними почему-то не ассоциирует Единую Россию. А что касается Талибана, ну, не знаю, один паханат включается с другим. Давайте честно, мы живем по-бандинским понятиям. Нам все с трибун совсем говорят, у нас нет закона, нам плевать на вашу конституцию, нам плевать, что написано в вашей бумажке. У нас вот такие правила. Если вы нам не нравитесь, никакой закон на вас не действует. А если вы нам очень нравитесь, то тоже закон не действует, но в другую сторону, вам можно воровать. Вам можно, не знаю, там, давить старушек на переходах. Вам нужно, можно не платить налоги. Мы вам все простим. Это что? Это бандитское государство. Одно встречается с другим. Все логично, все понятно. Да, здесь мы должны отметить, что Талибан признан в России запрещенной террористической организацией. Наталья Вячеславовна, мы вскользь затронем темы международной политики. Путин написал статью об Украине на русском и украинском языках. Как вы можете оценить этот труд, если вы с ним знакомились? Я, честно говоря, испытала глубокое чувство ностальгии, когда читала этот текст, потому что он мне напомнил мой учебник истории за 4 класс. Тогда еще, значит, советская власть не до конца ушла. Я 78-го года, я пошла в школу в 85-м году. Соответственно, вот когда я в руки взяла этот учебник в 89-м году, вот он мне произвел примерно такое же впечатление. Такие благостные интонации. Так у нас все хорошо, как мы всех любим, а нас они все обижают и не ценят. Но мы все равно их любим. Мы сейчас придем к ним и еще раз их полюбим, даже если они не хотят. Вот именно такое впечатление. Даже вот он по тональности, такой же, как вот этот учебник, история СССР с древнейших времен до наших дней. Он его просто пересказал. Ну у него такое видение, ну что делать? Еще раз показал всем, что да, я, в общем, застрял в 70-х годах. Да, я не соответствую времени, говорит нам президент. Да, я плохо знаю историю, говорит нам президент. Да, я цитирую какие-то банальности. Да, я передергиваю, говорит он нам. Что меня лично поразило, то что там, в этой картине мира, совершенно отсутствует одно важное государственное образование. Это Великий Новгород. Вообще-то говоря, там между Киевской Руссией и Московским царством, была так на минуточку 500-летняя демократия в России. И Петр, заметим, рубил окно там, где не было стены до этого. Стену-то потом поставили. И так на минуточку президент Российской Федерации вообще ни слова не упоминает, говоря о российской истории, об этом, вообще-то говоря, огромном периоде нашей истории. Президент Российской Федерации, будучи в здравом, имеет твердой памяти. Вот такие провалы у человека. Чего вдруг? Для кого написана эта статья, Наталья Вячеславовна? Ну, на мой взгляд, она написана для двух категорий, не сильно знающих русскую историю людей. Первая категория живет внутри России. Это люди, которые прочитали учебник истории за четвертый класс, и все. И дальше их образование остановилось. А вторая категория живет на Западе, как ни странно. И эта категория считает, что России нужен царь, да, вот нужен, да, это же дикая страна, там же медведи по улицам ходят с балалайками, и все пьяные там валяются потом, значит, в обнимку с большевиками. Вот ровно для этих двух аудиторий написана эта статья. Люди, которые хоть немного понимают русскую историю, они за голову хватаются от этого. Не является ли это элементом подготовки к каким-то действиям или какой-то политике внешней по отношению к Украине, или это какой-то сигнал, возможно, Зеленскому? Конечно, является. Конечно, чешутся беловежские соглашения у нашего президента. Конечно, ему хочется их отменить. Конечно, ему хочется восстановить великий и могучий хотя бы там с двумя соседними республиками, двумя соседними странами. И, конечно, он себя видит этим объединителем. И как бы на месте Зеленского я бы вот этот благостный тон делила бы на 150. Это очень опасный знак, особенно накануне выборов. Падающие рейтинги могут компенсироваться, по их мнению, только присоединением новых территорий, как они сделали с Крымом. Вот здесь они могут ввязаться в любую авантюру. При том, что страна уже экономически не такая, как она была в 2014 году и в 2013. Положение все гораздо хуже. Он там заметил цены на морковку. Ну, там цена на морковку – это вершина айсберга. Там приходишь каждый день и, в общем, такие сюрпризы. Там приходишь каждый день, смотришь на чек, Господи, думаешь, что происходит-то. В этой ситуации, конечно, есть соблазн у него подправить свой рейтинг за счет каких-то новых приобретений территориальных. И, да, смотрите, мы вот плохо живем. Да, у нас морковка по 80 рублей, по 180, по 200, по 800. Зато, смотрите, великую державу восстановили. Вот это нам могут продать в ближайшие месяцы. Запросто просто. Запросто. Второй вопрос, Наталья Вячеславовна, тоже касается международной политики. Александр Григорьевич Лукашенко зачастил в гости. Почему бы это? Александра Григорьевича тяжело, плохо. У него, так или иначе, перекрыты все связи с Европой. Да, никто ему больше помогать не будет. Сидеть на двух стулях он больше не сможет. Придется пересаживаться на один стул. А с этого стула ему доносятся, дорогой друг, ты знаешь, беловежские соглашения, да, к нашему предыдущему вопросу, были не так совершенные, как нам с тобой кажется. Давай-ка мы подумаем о том, чтобы мы тебе помогали в обмен на какую-нибудь интеграцию. У меня рейтинг тоже падает, говорит ему Владимир Владимирович. Давай-ка мы с тобой подумаем, как нам общий рейтинг восстановить. Вот и твое тоже народное население думает, оно хочет жить очень, вернуться в совок. Хотя, как мы видели по прошлому году, не очень большая часть населения хочет вернуться в совок. Но тем не менее, так они считают, что настоящий вот этот народ, глубинный народ в составе, наверное, от 15 до 30 процентов максимум, он, наверное, хочет вернуться. А 70 процентов это меньшинство, по их мнению, которое не надо слушать. И Александру Горичу, да, приходится торговаться и лавировать в эту ситуацию. Но поскольку он, как бы, не менее опытный, скажем так, переговорщик, мягко, чем Владимир Владимирович, то, конечно, они друг другу стоят. Я думаю, что они опытом обмениваются, как там оппозицию давить, как там правильно бить в окрестину по почкам кого-то. Такие ребята, у них семинары такие, повышение квалификации. Ну и денег заодно попросить. Или денег уже не дают? Ну и денег попросить, но это деньги-то уже, как это, политические кредиты-то пойдут. То есть, если это, там он мог сказать, я не возьму ее на ваших условиях, а пойду-ка я на Запад попрошу. Я, смотрите, я покажу им такую простоватую колхозную физиономию сострою. Ну да, вот такой я. А теперь-то все увидели, что там на самом деле, да, с ним, никто ему не даст. Поэтому Путин вполне может выворачивать ему руки, несмотря на всю хитрость Лукашенко. И это у него получается? Ну, мы увидим, мы увидим. Пока что разговоры об интеграции, они то затихают, то опять поднимаются. Но я не исключаю, что, конечно, разговоры такие ведутся с Лукашенко. Ну, то есть, я даже не то, что не исключаю, я уверена в этом. Наталья Вячеславовна, и последний вопрос. Вот я буквально в новостях прочитал. Российским спортсменам, олимпийцам, которые в Токио собираются участвовать в Олимпиаде, раздали методички, как отвечать на вопросы о Донбассе, о Крыме, о политике. Ну, в основном там рекомендуется говорить «ноу комменс». У нас в скором времени начнут ездить в составе команд сотрудников ФСБ. Как вы думаете? Я думаю, что уже они ездят. Более того, они за позицией ездят. Поедет оппозиционер отдыхать куда-нибудь в Анапу, за ним ездит сотрудник ФСБ. Ну, ему хорошо, ему оплачивают. Ну, как, Владимир Владимирович хотел восстановить СССР. Он его восстанавливает, как может. Как может. Вот, он восстановил, восстанавливает цензуру. Вот, скоро, я думаю, что там еще есть такие неизменные атрибуты. Очереди за арбузами, зеленые бананы там по килограмму в одни руки. Морковка уже даже не по 80 рублей, а там по каким-то еще ценам. И при этом она должна быть гнилая наполовину. И отказаться от нее нельзя, что выбросили, то берите. Вот, ждем. Потому что за цензурой, как правило, следуют вот такие вещи. Как мы видим на примере Кубы, да, богатейшая страна, расположенная просто в уникальном климатическом поясе. И вот, и голодные бунты. Я думаю, что, как бы, к сожалению, диктатуры все действуют по одному образцу. Сначала цензура, разговоры о величии, а потом тухлая морковка. Субтитры сделал DimaTorzok